Здравствуйте, о новостях. Дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Дайвичи и я, Светлана Халявина. Смотрите в этом выпуске. Громкие и интригующие. В каких уголовных делах скоро поставят точку следователи? Да вот каждый чиновник, кто стоял в своей подпице, мы отрабатываем. Сосулька и дуршлаг одновременно. Кировчане тонут и мерзнут в собственном доме. Как я. Семь кругов ада. Мы по 10 раз до прокуратуры Ленинского района. Увлекательная классика и экскурс в историю. В Кирове прошла лекция, концерт, живая музыка. Платить меньше за мусор, возможно, в ближайшее время будут некоторые кировчане. Губернатор Игорь Васильев внес на рассмотрение в ЗАГСобрание новый законопроект. Речь идет об инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, блокадниках, членах семей инвалидов войны, узниках концлагерей, семьях, имеющих детей инвалидов и гражданах, подвергшихся радиационному воздействию. Также воспользоваться соцподдержкой смогут ветераны труда, жертвы политических репрессий, многодетные малообеспеченные семьи. Если законопроект примут, то региональные льготники смогут получить компенсацию в размере 50% расходов на оплату услуги по вывозу мусора. А это больше 230 тысяч человек в области. Добавлю, что законопроект рассмотрят на ближайшие сессии законодательного собрания с 26 по 28 февраля. Внутри вода, а снаружи лед. В таких условиях живут люди на ключевой 16. Проблема в крыше дома, которую никто не ремонтирует, уже 10 лет. Из-за этого постройка превратилась в сосульку, а с потолка льется вода. Как жители справляются с коммунальной разрухой, знает Евгения Бакина. Все так вот бежит. Здесь свет я уже не включаю, потому что лампочка хит. Все. Вся квартира Людмилы Барановой, а именно потолки стены в темных пятнах. И эти разводы с каждым днем увеличиваются. Чтобы не затопить соседей, женщина вооружилась тазиками и кастрюлями. Они расставлены по всем углам. А мебель в комнате хозяйка накрыла пленкой. Так, говорит, целее будет. Но больше всего женщина переживает из-за потолка. Он может рухнуть в любую минуту. Тепло прямо на меня. Уже отодвинули сейчас диван. Вот все постоянно течет здесь. Элла Верещагина впервые столкнулась с такой проблемой. Свои выходные женщина провела с тазиками и кастрюлями. Говорит, вода и в ее квартиру попала с крыши. На кухне отошли обои, а на потолке разводы. Уже приспособила. Тряпочка стекает, потому что там все отмокло. Все у меня стекает сюда. Но это лишь часть всех проблем. Из воды обшивка дома начала отходить. А вся постройка обледенела. Дом по адресу Ключевая 16 превратился в сосульку. Теперь на этом объекте можно проводить международное соревнование по лидолазанию. А все проблемы на Ключевой 16 из-за крыши. 11 лет назад в доме был пожар. После сделали косметический ремонт. Про крышу не забыли. Только отремонтировали ее с грубыми нарушениями, говорят люди. Как только столбик термометра поднимается, вся вода от снега течет в дом. Первый удар принимают жильцы вторых этажей, а затем по цепочке. Но наши управляющие компании и администрация довели наш дом до такого состояния. Как я. Семь кругов ада. Мы по 10 раз до прокуратуры Ленинского района. Прокуратура дает указания жилищной инспекции. Жилищная инспекция дает указания управляющей компании ЖЭКУ-19. И все. На этом останавливается. Кто должен чинить крышу? Вопрос спорный. Управляющая компания считает, что это обязанность жильцов. А вот люди с этим не согласны. Ведь они ежемесячно платят. За содержание своего дома. Но не только дело в этом. У нас еще наем жилья. Муниципальное жилье у нас 8 квартир. Это должна делать администрация. Они тоже пишут предписание на управляющую компанию. Что за счет жильцов? За счет собственников. За счет собственников. Последние надежды местные жители возлагают на главу города Елену Ковалеву. На днях они собираются к ней на прием. Евгения Бакина, Денис Тружков. Бюро новостей Довича. Крыши почистили, а лед убрать забыли. Многие кировчане жалуются на заваленные снегом с наледью пешеходные дорожки. Как, например, тротуар возле центра занятости на Октябрьском проспекте 50. Сотрудники управляющей компании почистили крыши, но забыли убрать снег внизу. Теперь ледяные глыбы разбросаны по всей дороге, жалуются пешеходы. Аналогичная ситуация на Красноармейской 38 и на Лепсе 51. Дня два лежит уже, люди по колдобинам ходят, все в магазин идут, с транспорта идут, на работу идут, большой поток людей идет. И никто лед ничего не убирает, хоть бы трактором проехали. Посмотрите, как люди-то идут, вот еле-еле. За всю зиму почистили 2-3 раза так. Чистят отвратительно. Что там говорить? Какую оценку можете поставить управляющей компании? Двойку. Желать только лучше можно так. Очень недовольны мы своей компанией, Актив Акта. Несколько сотен парковщиков-нарушителей каждый месяц выявляют инспекторы ГИБДД. Водители бросают свои машины, например, рядом с остановками или пешеходными переходами, а иногда и на самих пешеходных переходах или на парковках для инвалидов. В качестве наказания таких парковщиков ждет не только штраф от сотрудников ГИБДД. Некоторым приходится в буквальном смысле выкупать свои автомобили. В правилах дорожного движения есть четко прописанные ограничения по парковке машин. Не ближе 5 метров до пешеходного перехода, не ближе 15 от остановки маршрутных транспортных средств, а также на тротуаре и во втором ряду от края дороги. Кроме того, припаркованные машины не должны быть препятствием для других. Но некоторые водители эти правила нарушают, за что несут наказание. Ежедневно на территории города Кирова выставляются два наряда дорожно-патрульной службы, которые осуществляют эвакуацию транспортных средств. Минимально за сутки по данному направлению составляется 10 административных материалов. Только за полтора месяца этого года оштрафовано больше 400 парковщиков-нарушителей. А больше чем сотни автовладельцев пришлось на какое-то время остаться без машин. Их эвакуировали. При этом только сам штраф. Каждому такому водителю обходится в копеечку от 1000 до 5000 рублей. А также он платит почасовую оплату за штрафстоянку и за эвакуацию транспортного средства. Когда водитель заметит, что автомобиля нет, он обратится в госавтоинспекцию, где ему подскажут, где находится, на какой штрафстоянке находится автомобиль. После этого водитель должен выдвинуться на штрафстоянку с полученным разрешением и забрать свой автомобиль. Кстати, если хозяин авто появится до того, как машинный эвакуатор начнет движение, по закону он может забрать свой транспорт. Но лучше советуют в ГИБДД просто не нарушать правила. Ирина Сырцева, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Количество убийств в Кировской области сократилось в два раза. Раскрываемость таких преступлений достигла более 90%. Каждое изнасилование полностью раскрыто. Сегодня в Следственном комитете региона рассказали об итогах работы за 2018 год. Прокомментировали в ведомстве также и ход расследований по самым громким делам последних лет. Дмитрий Житарчук расскажет о самых резонансных. Расследовать уголовные дела в Кирове стали оперативнее. То есть в 80% случаев точку в уголовном деле следователи ставят за два месяца. Об этом рассказал сегодня руководитель Следственного управления Следственного комитета по Кировской области Айрат Ахмедшин. Касается это и крупных коррупционных дел. Это при том, что в регионе сегодня трудятся всего 86 следователей. В прошлом году у них в разработке находилось 3,5 тысячи уголовных дел. Что касается тех, что у всех на слуху, в ближайшее время завершится расследование дела в отношении руководителя строительной фирмы ЖК «Виктория». Из-за действий владельца компании в городе было заморожено строительство трех многоквартирных домов. Всего с трех домов он с юридических, физических лиц собрал порядка 720 миллионов рублей. Установили, что стоимость строительства не могла превышать 250 миллионов рублей. То есть оставшиеся денежные средства им были фактически похищены. Скоро дело в отношении руководителя фирмы «Виктория» будет передано в суд, как и дело в отношении руководителя компании «Техкомсервис». Именно этот застройщик занимался строительством микрорайона «Новая Сергеева». Что касается нашумевшей истории с перепродажей земли в парке «Победы», один из фигурантов этого дела, Леонид Ефаркин, уже арестован. Соучредителя Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Но, как дали понять в следкоме, не исключено, что могут появиться и новые фигуранты дела. Активно ищут следователи сегодня и экс-депутата городской думы Дмитрия Никулина. Его подозревают в хищении средств компании «Электронный проездной». По версии следствия, именно он мог выступить инициатором и организатором хищения денег вместе с директором фирмы Анатолием Ганьба и экс-главой Центральной диспетчерской службы Александром Рыболовлевым. Двое последних под домашним арестом, а Никулин исчез. СМИ пишут, что он сейчас в Грузии. В следкоме страну не называют, но работают над тем, чтобы вернуть беглеца на родину. Страна, где пребывала, чуть не были, но жена. Мы сейчас проводимся, значит, все необходимы, весь необходимый конкурс. Я думаю, что в ближайшее время мы обнаружим. Завершить так называемые громкие уголовные дела в следкоме планируют в течение одного-двух месяцев. Затем последуют и судебные процессы. На вокзал через рентгенаппарад. Пятилетняя девочка в Китае залезла в интероскоп. Это произошло на одной из железнодорожных станций. Ребенок не захотел стоять в очереди и захотел сократить время ожидания, воспользовавшись тем, что и родители, и охрана отвлеклись. Сами родители не заметили поступка дочери и прошли через рамку металлоискателя. Окружающие, видя происходящее, не попытались остановить девочку. При этом в аппарате для сканирования вещей ребенок мог получить опасную дозу радиации. Но, как сообщается, в итоге девочка не пострадала. А вот чтобы такие случаи не происходили в России, за безопасностью граждан на вокзалах следят сотрудники одного из подразделений полиции линейного отдела внутренних дел, которому, кстати, накануне исполнилось 100 лет. Первоначально сотрудники транспортной полиции следили за безопасностью граждан на железной дороге. Теперь же в ведении отдела находится еще и аэропорт Победилово и два речных порта в Котельниче и Кирове. Узнать о нюансах работы мы пригласили начальника кировского линейного отдела МВД России на транспорте, Валерия Шишкина. Добрый вечер, Валерий Владимирович. Благодарю, что пришли сегодня к нам. Но с прошедшим праздником профессиональным, во-первых, хочу вас поздравить и отталкиваясь от информации про девочку в Китае. Скажите, в Кирове такого ведь не могло же быть? У нас интроскопов нет? Интроскопов нет, но если считать, что в целом транспорт – это зона повышенной внимания, зона повышенной опасности, поэтому тут, собственно говоря, процессы технологические, происходит постоянно движение поездов, пассажирских, грузовых. Поэтому не факт, что можно попасть возле интроскопа куда-то, а именно под колеса пассажирского поезда или грузового. Это шанс есть, но мы принимаем все усилия, направленные на то, чтобы таких случаев у нас не было. А почему у нас нет интроскопов? Ведь они же должны быть на всех вокзалах. Ну, транспортная безопасность, к сожалению, это сфера деятельности работникам железнодорожного транспорта. Мы можем, соответственно, только этому поспособствовать, проводя определенные мероприятия. Соответственно, мы пишем письма, запросы, пишем представления работникам железнодорожного транспорта. Но в силу того, что в первую очередь данные устройства направлены на обеспечение безопасности, там, где проводятся большие крупные мероприятия, как то спортивные, там, или культурно-массовые, зрелищные мероприятия в больших городах, там, да, там, значит, работник железнодорожного транспорта, я думаю, уделят больше внимания, чем у нас. — Скажите, вот еще кировчане некоторые считают, что те рамки металлоискателей, которые стоят на железнодорожном вокзале, не работают. То есть, объясню, почему. Вроде бы пищат, но говорят, что сотрудников рядом нет. И даже если что-то проносить запрещенное, вроде как бы она и бесполезна. Вот как должно быть? — Значит, должно быть так, что, по идее, это должна быть создана система транспортной безопасности, которой в настоящее время пока на железнодорожном вокзале станции Киров нет. Это только в такой, скажем так, в ближайшей перспективе. — Поэтому некоторые функции данной службы мы взяли на себя, эту ответственность. Поэтому вы можете не всегда видеть там наших сотрудников. Но могу заверить, что рамки работают. Значит, мы проводим мероприятия, досмотровые мероприятия в том числе. И в случае необходимости пользуемся не только данными рамками, но и металлодетекторами, которые находятся у наших сотрудников. Используем другие средства программных комплексов, которые позволяют нам выявить в пассажиропотоке лист, находящийся в розыске, проходящихся по ориентировке, которые совершили преступление и по каким-то причинам еще не изовлечены. — Я правильно вас поняла, что обеспечением безопасности на вокзале должны заниматься железнодорожники. Это вроде как не ваша зона ответственности, но вы линейный отдел, вы на себя взяли эти функции. Получается, нам сейчас стоит переживать? У нас не организовано то, что должно быть организовано. Правильно я поняла? — Вы правильно поняли. Мы осуществляем функции по охране общественного порядка, борьбе с преступностью. А транспортная безопасность — это все-таки перерогатива работников железнодорожного транспорта, в первую очередь. — Хорошо. Если переходить от интроскопов и просто вокзалов в целом к случаям, скажите, вот за год случалось ли что-то у нас на вокзале, может быть, или аэропорте, или он не так давно в вашем ведомстве такое, что вот запомнилось, например, вам какой-то резонансный случай? — Вы знаете, скорее всего, даже роль транспортной полиции и раньше милиции заключается в том, чтобы не допустить вот как раз таких резонансных случаев, чтобы их в нашей жизни было как можно меньше. — Но, тем не менее, они случаются, ведь человеческий фактор, люди... — Я согласен, что вот в прошлом году, допустим, был, как мы считаем, из ряда вон выходящий случай, когда было совершено убийство на вокзале. — Так. — Вот это был действительно такой неординарный случай, которого уже очень давно, значит, соответственно... — Это про ножевое, да, мы сейчас говорим? — Да, ножевое ранение, значит, соответственно, было со смертельным исходом. И буквально в конце января органы следственного комитета на транспорте направили данное дело в суд. — В суд. То есть есть вероятность, что все, все разобрались? — Ну да, конечно. Суд поставит все точки над «и», но, в принципе, тут такие, скажем так, обстоятельства, которые говорили сами о себе, что человек сразу был изоблечен, и вина его, в принципе, сразу же была на месте установлена, в том числе с использованием как раз и камер видеонаблюдения, которые находятся у нас на международном вокзале. Значит, большую помощь оказали простые пассажиры, которые тоже предоставили нам свои видеоматериалы. Поэтому преступник сразу был изоблечен. — А много вообще багажа теряется у нас в регионе? — Если мы говорим про авиационный транспорт, где в большей степени был багаж, то за прошлый год появились три факта, когда действительно была потеря багажа, но эти не все факты говорят о том, что было хищение багажа. Так как производственный процесс, он подразумевает некие сбои, поэтому в двух случаях багаж был возвращен через сутки, а еще в одном случае багаж установлено было, что кража произошла в аэропорту Шереметьево. — То есть не у нас, не наша зона ответственности. В вашей, кстати, зоне ответственности есть еще и речные порты, и в Кирове в том числе. Я знаю, что у нас в Кирове достаточно много браконьеров, мы делаем об этом материалы. Скажите, сейчас зима, наверное, это не актуально, или и зимой удается нарушать? — Нет, это, скажем так, мы выявляем правонарушения и преступления круглогодично, независимо от, какая там у нас сегодня зима, или весна, либо осень. Браконьеры, они всегда, соответственно, стремятся поживиться нашими биоресурсами. Конечно, в большей степени это идет нерестовый период, данная работа, но и сейчас зимой, соответственно, делают специально лунки и варварским способом, так называемыми багрилками, вылавливают, в первую очередь, стерлятка, которая занесена в Красную книгу. В целом, за прошлый год у нас, значит, мы выявили 29 фактов такого браконьерства. Тесно мы работаем с работниками федерального агентства рыболовства, Росрыболовства, они нам оказывают помощь. Значит, мы, соответственно, им оказываем помощь. И работа продолжается, значит, я думаю, что... В общем, вы на чеку, браконьерам стоит задуматься. И учитывая тот факт, что сейчас очень, соответственно, штрафы возросли практически в десятки раз, поэтому я думаю, что браконьеру лишний раз надо подумать, прежде чем заниматься таким способом. Наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Я вас благодарю, Валерий Владимирович, что пришли сегодня к нам, рассказали. Еще раз поздравляю с прошедшим профессиональным праздником и прощаюсь с вами. Спасибо большое вам. Ну, а мы сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска. Чем полезны помощники на производстве и кто они? В Кирово-Чепетске завершился форум наставников. Увлекательная классика и экскурс в историю. В Кирове прошла лекция, концерт, живая музыка. Купили подарки, сделали маникюр. Кировчане делятся впечатлениями за день. Это «Давичи» и мы продолжаем. Кто такой наставник и чем он полезен на производстве? Ответы на эти вопросы знают участники специального форума. Он состоялся впервые по инициативе Кирово-Чепетского филиала компании «Уралхим». Порядка 40 представителей всего холдинга. Участники из Кирово-Чепетска и других городов за круглым столом обсудили, как готовить к работе молодых специалистов. Побывала на форуме и наша Анна Стефаненкова. 237 наставников, почти 300 молодых работников, подготовленных более опытными специалистами завода. Это результат последних трех лет работы по наставничеству Кирово-Чепетского филиала компании «Уралхим». Об устоявшихся традициях взаимодействия начинающих и более компетентных работников рассказал председатель совета наставников Роман Северюхин за круглым столом первого в истории холдинга «Уралхим» форума наставников. Приходит молодой специалист, и мы, исходя из его личных деловых качеств, исходя из возможностей производства сменного графика, подбираем под него наставника, потому что мы сейчас можем это делать, так как мы за несколько лет подготовили очень большое количество наставников на предприятии. За круглым столом собралось порядка 40 человек. Все это участники форума, представители предприятий холдинга «Уралхим» филиалов «Азот» и «ПМУ» из Пермского края. Воскресенских минеральных удобрений, «Уралхим Транс» и, конечно, Кировочепецкого завода минеральных удобрений. Я хочу всем пожелать сегодня и дружественной, и близкой атмосферы общения. Ну и заложим сегодня, я надеюсь, очень прекрасную традицию общаться в дальнейшем между заводами и уже советом наставников на регулярной основе. Мы бы хотели, чтобы вы поделились всем тем, что вы имеете. Ну и, конечно же, мы хотели бы, чтобы у вас был какой-то, может быть, к концу дня, единый взгляд в сторону наставничества, как должно быть в компании «Уралхим». С опытом работы по наставничеству всех присутствующих познакомили участники форума. Рассказали о том, какие обучающие программы проводятся для сотрудников. Например, в Кировочепецке наставники проходят обучение, тренинги, для них организуют беседы и лекции. Об опыте наставничества рассказали и представители других предприятий холдинга. Опасная ошибка – это навязывание обучаемому своего мнения. Эту ошибку можно избежать, задавая вопросы по поводу оценки результатов того или иного действия, не высказывая, прежде всего, собственных оценочных суждений. После открытия форума и презентации практик предприятий для участников мероприятия провели экскурсию по основным производственным цехам. Далее состоялись психологические тренинги, круглый стол и интеллектуальная игра «Что, где, когда». Анна Стефаненкова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Дайвича. Смычковые инструменты и бессмертная классика. Сегодня в Кирове прошел концерт «Живая музыка». Юные музыканты сыграли для зрителей на скрипках и виолончелях, а также рассказали об истории возникновения этих инструментов. Много интересного узнала и Евгения Бакина. Сольную партию играет 10-летний Матвей Апохов. Для него сегодняшний концерт как крупица в музыкальной жизни. Возможность проверить технические данные и эмоциональную готовность. Ведь впереди у Матвея серьезные конкурсы, оркестровая палитра и полифонические фрески. Звуки скрипки так дивно звучали, разливаясь в безмолвии ночи. На экране строки известного поэта Алексея Толстого. А на сцене юные музыканты играют классику, хиты и шлягеры. Для учеников из 57-й школы. И только на смычковых инструментах – скрипка, альц, виолончель и контрабас. Вы знаете, что музыканты как спортсмен. Если день не потренировался, то в следующий день надо наверстывать за предыдущие. Предком скрипки была Фидель. Она отличала своим внешним видом – грушевидной формой и струнами. Здесь их три. Елена Бутолина уверена, что история будет интересна ребятам. Беседа бывает познавательна даже для наших юных музыкантов. Сегодня мероприятие традиционное. Четвертая музыкальная школа на протяжении уже больше, наверное, 10 лет проводит такой просветительский концерт-беседу для учащихся в общеобразовательной школе. То есть мы охватываем микрорайоны нашего района и стараемся рассказать о нашем инструменте, познакомиться со скрипкой, показать, послушать, дать послушать замечательную музыку. Организаторы будут продолжать начатую традицию – проводить лекции, концерты, живая музыка для ребят из общеобразовательной школы и дальше. Евгения Бакина, Александр Нестер, Вбюро новостей Давича. Таким был этот вторник, 19 февраля, глазами наших корреспондентов. А вот чем этот день запомнился кировчанам? Давайте посмотрим. Чем сегодняшний день вам запомнился хорошим? Мы сходили на тренировку для пенсионеров. В гости каникулы. А только обедом. Сходила в парикмахерскую, сделала стрижку. Ну, я сегодня устроилась на работу, ставилась на работу устроителем, так что все прекрасно, замечательно. Мы почувствовали, что уже скоро будет весна, и намного легче утром просыпаться. Мороз на солнце. Прекрасная погода. Все хорошо, вам тоже. Подарки купили любимым. 23 февраля. Что купили, поделитесь. Шоколадки. 4 часа просидела на маникюре, могу показать. Это самое прекрасное, потому что красный матовый, это вообще супер. И на этом я с вами прощаюсь. Напомню также, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. У меня на этом все. В студии работала Светлана Халявина. До свидания. Одежда ведущей предоставлена магазином стильной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова